обитатели тропического леса в цвете часть 2 мы с вами уже подготовили черно-белый рисунок в туши сегодня мы лишь немного его доработаем верхнюю часть где собственно с джунгли мы должны еще немного дополнить листвой уже по подсохшему слою туши серого слоя туши мы яркой черной тушью тонкой жесткой кистью работаем и по тому же принципу что мы прежде рисовали всяческие тропические растения мы немного их дополняем буквально в нескольких местах мы еще немного обозначим разных видов растений между уже существующими минимум влаги на кисти кисть работает как карандаш активной черной тушью мы заполняем пространство сейчас вы можете видеть что мы получили и теперь следующий момент уже имеющиеся прежде нарисованные растения мы обводим ярким черным цветом туши как бы больше их подчеркивая и выводя на первый план некоторые места мы также затемняем черной активной тушью между растениями и как я уже говорила напоминаю главное мы подчеркиваем их формы их контуры более таким толстым контуром делаем это тоже не везде выборочно а то есть мы смотрим где и как это будет более актуально смотреться вот сейчас сравните половина заполнена половина нет и вот что мы получаем заполнив все пространство зелени дополнительными растениями и уже еще больше затянив между ними пространство и обведя их выведя на первый план теперь когда все это подсохло мы начинаем работать цветом начинаем самого главного это стигра берем яркий оранжевый цвет сегодня мы работаем яркими красками мы не разбавляем до бледных оттенков сегодня у нас и яркий рисунок и этим ярким цветом начинаем прорабатывать тигра как мы это делаем особое внимание уделите голове там будет очень много белых не заполненных участков особенно возле глаз и по краям морды и там где у животного располагается рот далее на туловище мы также продолжаем заполнять его цветом и некоторые участки там где шея и у лап мы тоже оставляем белыми не заполненными цветом влаги на кисти должно быть достаточно не слишком много чтобы краска не слишком расплывалась далее птицы попугаи часть крыльев точнее посередине крыльев мы намечаем желтые перья и даем этому слою высохнуть затем далее будем еще прорабатывать птицы цветом и переходим к зелени здесь мы должны придерживаться такого принципа мы положим всего лишь один слой краски мы не будем затем никак более детально это прорабатывать поэтому мы используем как можно более всяческих возможных оттенков зеленого не забываем и про кушинки внизу берите краски поярче потому как если вы работаете на рисовой бумаге то учтите что рисовая бумага съедает цвет и часть насыщенности яркости краски она впоследствии при высыхании пропадет поэтому не жалейте берите оттенок поярче и напоминаю сейчас на самый главный принцип при работе с этой тропической зеленью это как можно чаще менять оттенки зеленого и старайтесь рядом располагать зелень именно по разному оттенку зеленого например если здесь вы нарисовали светлым зеленым то рядом расположите темно-зеленую траву зелень когда мы заполняем какую бы то ни было форму цветом главный принцип который мы придерживаемся в кисти это то что а мазок кисти повторяют форму которую мы заполняем цветом теперь когда желтый цвет на попугайчиков подсох мы можем ввести туда и другой цвет в данный момент красный это основной цвет и мы заполняем верхнюю часть попугайчика то есть его туловище и немного части хвоста которая под самыми крыльями остальная же часть попугайчиков будет заполнена яркой синим цветом пока попугайчики подсыхают мы опять возвращаемся к зелени и как вы видите я взяла очень такой яркий прямо-таки салатовый цвет для зелени и это будет очень хорошо и выигрышно смотреться это как бы даст нам такие хайлайты на нашей картине на не будет казаться слишком темный до часть вот этой зелени джунгли она должна быть темной но мы должны все-таки к и выделить какие-то светлые моменты и аккуратно сменим влаги мы заполняем глаза тигра синим цветом или голубым и берем ярко синий тот же цвет и и заканчиваем уже оставшиеся места на попугайчиках закрашиваем нижнюю часть крыльев и хвост этим же ярко-синим цветом можно немного разбавить его водой мы проработаем водную гладь просто такими горизонтальными мазками быстрыми такими техничными пройдите по водной глади в некоторых местах основную часть водной глади мы заполнением этим цветом даем ему высохнуть и позже еще здесь проработаем теперь мы нарисовали некоторую разновидность цветков ее мы заполняем и ярко сиреневым оттенком можно использовать также фиолетовый или более такой бордовый какой-то цвет или даже цвета фуксии но не советую сильно перебивать яркостью самих попугайчиков и тигра потому что это самый главный наш цветовые пятна и разбавить этот сиреневой водой можно слегка заполнить куршинки который находится у нас внизу теперь мы берем цвет индиго разбавляем его водой не используем слишком темный оттенок и немного проходимся по водной глади заполняем те участки которые еще не заполнены вот делаем это тоже таким горизонтальным мазками или просто отпечатками кисти и это будут последние мазки на данной композиции надеюсь вам было интересно оставляйте пожалуйста комментарии лайкайте подписывайтесь и не пропустите новые видео спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok